Добрый день, дорогие YouTube-зрители! Я Ярухамед Эртезбаев. И сегодня опять у меня в гостях Рахима Шахпаева. Рахим, спасибо за то, что согласился раз в неделю приходить обсуждать важные, злободневные, актуальные темы. Одна из этих тем – вакцинация. Сейчас весь мир поделился на сторонников прививки и антипрививочников, и вообще каждый стал специалистом в этой области. В первую очередь я хотел бы выразить сомнение в том, что это такой большой раскол, который расколол страны мира, людей на две половины. Нет, на самом деле сейчас мы находимся под влиянием такой агрессивной пропаганды, инфодемии, и вот это антиваксерское, так сказать... Антиваксеры, на самом деле и количественно они в глубоком меньшинстве. Это люди, которые отрицают прогресс, отрицают науку, подвержены конспирологическим всяким теориям. Какая-то значительная часть, она обоснована или не обоснована, просто видит негативную информацию, она совершенно понятно относится очень настороженно. Но по факту, если вы посмотрите на факты в отношении в целом вакцинации, в Казахстане и в постсоветском пространстве в среднем человек, ребенок особенно, получает порядка чуть ли не до 80 вакцин. Есть такое понятие, как национальный календарь вакцинации, то есть что должно быть провакцинировано такое население. Так вот, в Казахстане среднее исполнение этого плана календаря 96-97 процентов. Самый низкий показатель за последние годы было 95 процентов. То есть люди ставят вакцины, в детстве ставят вакцины, все, кто родился в Советском Союзе, вот посмотрите, у вас здесь будет след от очень сильной такой мощной вакцины против оспы. И я уверен, практически у всех детей Казахстана, у всего взрослого населения эти вакцины есть. Поэтому говорить о том, что вот кто-то прям из своих убеждений отказывается там от вакцинации, их какое-то большинство, нет, на самом деле их меньшинство. Тем не менее, особенно за последние 2-3 года растет вот это движение и пандемия коронавируса, вот эти вакцины, оно дало большой там инфоповод, повод для того, чтобы это движение, пассионарное меньшинство, очень крикливое, очень шумное, вот она пыталась набрать свои политические очки на этой арене, и у них это получается. Вот мы видим во Франции 200 тысяч человек вышли, по-моему, там против обязательной... В Америке очень сильное движение. Вот, это буквально феномен последних дней, на самом деле у них особых аргументов нет, но тем не менее, как бы они заметны. Вообще их вот эта антивакцинная пропаганда, она очень хорошо ложится в русло такого растущего и высокого недоверия у нас к власти, к официозу, понимаете. С одной стороны, вы сами можете много говорить, наверное, про психологическую усталость и так далее. Второе, это, конечно, мир изменился, появились социальные сети, цифровые приемы подачи информации, нестандартные приемы информации, здесь вот большой диссонанс, да. С одной стороны, мы видим официоз на СЦК, там, в Касправде, а с другой стороны, люди выходят и очень непосредственно, спокойно, там, с Матерковым, с подколами как-то, да, они дают информации. Естественно, она очень хорошо заходит, залетает через WhatsApp-россылки и так далее. То есть вот здесь тоже очень большой контраст. В итоге, ваш выбор темы очень обоснован, он действительно настораживает. Я смотрю одни из последних данных Гэллоп. Гэллоп – это самое большое в мире агентство по опросу общественных настроений. Вот публикация от Майя. Они сравнивали все страны в отношении того, насколько люди готовы вакцинироваться от коронавируса. Это было в 2020 году проведено исследование. Самый высокий показатель готовности к вакцинации усиления Мьянмы – 96%. Самый низкий в мире, угадайте, Казахстан – 25%. И, конечно, это говорит, на самом деле, о полном тотальном провале государственной информационной кампании по пропаганде в России. Рахим, вот сейчас мы об этом поговорим подробно. Я когда смотрю цифры, да, в Китайской Народной Республике, ну, полтора миллиарда населения, 622 миллиона человек вакцинировано. Соединенные Штаты Америки. Да. 300 миллионов, да, 68% вакцинированы. Вот как довести простые аргументы до противников, да, прививки, которые всякий бред несут о том, что эти вакцины там, люди будут зачипированы, там какие-то последствия тяжелые и так далее. Неужели вот эти аргументы, когда страны, да, великие державы, сотни миллионов своих людей, они что, на то след хотят, что ли? Что удивительно, да, потому что мне казалось, это самый логичный аргумент, да, то есть, ну, посмотрите, Израиль, да, евреи очень мудрый народ, да, первым постарался получить доступ к вакцинированию, и первый вышел и завершил свою кампанию успешной вакцинацией. В Великобритании, Борис Джонсон, да, идет Дельта-Штамп. Вообще, ты смотрел финал чемпионата Европы, Англии, Италии, 100-тысячный стадион Уэмбли, все без масок, и практически они возвратились к Англии. Абсолютно, понимаете, опаснейший Дельта-Штамп. Они снимают маски, все, возвращаемся к прежней жизни, говорят, а как по-другому? Две трети вакцинированного населения, понимаете? Дания, ни одного человека, ни одного человека не умерло за сутки. Испания, 500 тысяч человек в сутки вакцинируются. В сутки там все переполнено, все люди идут вакцинироваться, 62% населения вакцинировано, понимаете? У нас показатель вакцинации двумя компонентами дозы где-то 18%, одной компонентной дозы 30% всего населения. То есть, и у нас, если мы сейчас не ускорим темпы вакцинации, то просто, я считаю, мы идем ни много ни мало не защитить за ловину краху. Ахимов, ты мне скажи вот твое мнение, да, и глава государства, и Ельбасы, и Ангела Меркель, и королева Елизаветы, многие мировые политики сравнивали пандемию с войной, с мировой войной, которая наносит колоссальный ущерб экономике. То есть, ясно, что если мы окажемся страной-изгоемом в этом плане, ну, я уже беру такое жесткое определение, да, то это не только ущерб экономике, уровню жизни, мы не выездные будем, не въездные сюда и так далее. Какая главная причина, почему мы так сильно отстаем? Я вот привел пример Китая, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Ну, как бы это ни прозвучало банально, еще раз повторюсь, наверное, первая причина – это неэффективность, если не полный провал государственной кампании по пропаганде вакцинации. К сожалению, правительство, ну, делает, наверное, все, что возможно, как говорится, не стреляйте в топер, он играет как может, но этого абсолютно недостаточно. Ни канала коммуникации, вот максимум, что они делают, выходят на СЦК, где-то публикуют, в официальных новостях что-то делают, это не заходит, все население сидит где? В WhatsApp-чатах, оно сидит в Инстаграме, в ТикТоке. Что очень интересно, неожиданно, такими COVID-диссидентами и антиваксерами стало модно быть среди молодежи, продвинутой городской молодежи. Вот сын одного известного блогера, ну, такой очень модный парень, сейчас неожиданно стал таким антиваксером, там, упертым. Хотя, ну, вот просто, если брать, основываться на науке на прогрессивных достижениях, аргументов просто нет, понимаете? Эффективность вакцин высочайшая. Я вот несколько важных моментов приведу. В Казахстане, вот статистика, вот от числа общих заболевших, сейчас где-то восемьдесят с половиной тысяч человек болеют COVID-ом. Вот на сегодняшний момент где-то восемьдесят с половиной тысячи. Из них, тех, кто вакцинирован, всего одна сотая процента. То есть, девяносто девять целых девяносто сотых процентов болевших. Да, я видел, это очень ровно показать. То есть, получается, сейчас идет пандемия невакцинированных, ее можно назвать даже, не просто там пандемия коронавируса, а пандемия коронавируса невакцинированных. Такие же данные идут в США, понимаете? Вы вакцинировались, можете заболеть, но вы будете болеть, вы не попадете в аппарат ИВЛ, и вы, скорее всего, выживите. У вас оно будет либо бессимптомно, либо в очень легкой форме. Поэтому вакцинация... Я скажу больше, Рахим, я вот за эти время, за последние два месяца так получилось, раза три выезжал за границу. И достаточно при въезде просто показать, значит, телефон, где, значит, фотография о том, что я вакцинирован, спутник во многих странах мира признан. Так вот, давайте вернемся к вашему вопросу и его препарируем. Попробуем все-таки выдвинуть гипотезу для наших зрителей, почему в Казахстане такая тяжелейшая ситуация с вакцинацией и недоверением. Ну, первое – это недоверие к официальной пропаганде, к официальной информации. Очень эффективно работают вот эти пропагандисты антивакцинации. Просто они берут, передергивают. У них нет границ, понимаете? Они могут там что угодно, там, перейти на личности, как угодно, то есть они вот так вот работают. Что с этим делать, я, к сожалению, не знаю. Моя гипотеза такая, то есть какая-то часть общества здравомыслящая, ответственная, да, она должна тоже подключиться к тому, чтобы убеждать и пропагандировать других людей вакцинироваться. Потому что это вопрос не только заботы о своем собственном здоровье, но и вопрос заботы о здоровье окружающих. Потому что человек вакцинированный, на нем распространение вируса останавливается. Понимаете? Поэтому я не знаю. Вот сейчас, мне кажется, очень хороший момент, вообще, такая лакмусовая бумажка о текущем состоянии нашей нации, нашего народа. Есть какая-то часть вот эта, которая отрицает прогресс, но должна проявить себя какая-то часть, которая наоборот. Рахим, помнишь, в июне месяце, вот буквально два месяца назад, глава государства выступил по этой проблеме, там сказал, что нужны мощные аргументы против антипрививочников. Это раз. Он дал задание даже создать социальный портрет антипрививочника, что это за люди и так далее. То есть уже установка главного носителя власти пошла, а правительство что-нибудь в этом плане сделало. Так вот, в этом, может быть, и есть как бы часть объяснения феномена, потому что сейчас пропаганда вакцинации идет только от власти. Понимаете? Только от власти. Доверие к власти, возможно, низкое, без обид. Вот здесь, Рахим, может быть, старая вот эта замшелая проблема полное отсутствие работы правительства с неправительственными организациями, с неправительственным сектором, с гражданским обществом, которых мощно и масштабно надо подключить. Более того, у меня есть достоверная информация, что очень многие лидеры вот этого антиклассовского движения, они получают деньги из Украины, переводы, и, скорее всего, какие-то оппозиционно настроенные, либо там те, кто хотят дестабилизировать Казахстан, они очень внимательно смотрят, мониторят такие чувствительные темы и развивают их, и финансируют их туда. А какой смысл? Зачем это нужно? Ну, неоднократно и руководство страны, да, и вы говорили о том, что нельзя быть настолько наивными и считать, что до нас никому нет дела. Есть определенные силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Вот теперь вопрос. Обрати внимание, в Соединенных Штатах Америки есть политическая подоплека. Провели анализ, те, кто не вакцинируется, как правило, республиканцы и либо бедные слои населения, хотя очень, ну, как бы связки такой прямой нет, да. Вот в Казахстане явно же тоже есть политическая подоплека. Посмотри, допустим, многочисленные выступления Аблязова, который полгода назад призывал свергнуть власть, 10 января выйти всем на улицы и свергать власть. Теперь вот он опустился до того, что нужно активно участвовать в антиправительственных митингах против вакцинации. Против принудительной, как он говорит, вакцинации и так далее. Вы знаете, в отношении подачи вот этой информации, потому что, как правило, в сознании обывателя это нормально, прям все смешивается в одно такое серое пятно, и ему залетает как бы там один месседж только слово. Когда делают привязку слова вакцинация со словом обязательно, естественно, у нормального человека возникает реакция такая, подождите, я свободный человек, я распоряжаюсь, мое тело, мое дело, кто меня хочет заставлять вакцинироваться. Естественно, у него первая реакция как бы не на слово вакцинируйся, а на слово обязательное. И это обычная маркинговая технология, политтехнология. Я тоже против обязательной вакцинации. Безусловно, должно быть право. Но я считаю, что нужно действовать словом. Как вот эти антиваксеры, если они убеждены и считают, что это их дело, тем не менее, мы тоже считаем. А какие-нибудь меры достаточно жесткие можно против агрессивной пропаганды, против вакцинации применять? Почему? Я понимаю, свобода слова, демократия и так далее, но речь идет о жизни людей, высшей ценности. Появилась инфографика со статистикой погибших от ковида в различных регионах и на их фоне там портреты антиваксеров. То есть и на них вот автор этой инфографики возлагает вину за то, что они активно... Я считаю, правильно делает. Да. Ну, не знаю, правоохранительные органы или должны какую-то дать правовую оценку этим действиям, на мой вкус, это просто диверсия, это проведение такой реальной антигосударственной политики против здоровья наций. В прошлом году, еще в марте месяце, президент Токаев очень жестко высказался по многочисленным конспирологическим версиям, которые начали сразу с момента Падемии. В июне установка его достаточно конкретная, реальная была. Это установка органов власти. И, на мой взгляд, уже против агрессивных антипрививничников есть известный блогер, у которых сотни тысяч подписчиков, которые воздействуют на массовое общественное мнение своими спичами и так далее. Это феномен, это факт, который нужно признать. И должна быть определенная правовая оценка. Если эти люди с многомиллионной аудиторией ведут антиправительственную пропаганду против здоровья нации, должна быть реакция. Я в этом убежден. Маленький вывод. Что нужно делать, наверное? В первую очередь, я считаю, что нельзя оставлять власть один на один с этой проблемой. И братья тоже говорить, вот они все провалили. Да, действительно, все провалили. Но, к сожалению, реальность такова во всем мире. И какая-то здоровая часть гражданского общества тоже должна себя проявить. И заняться очень деятельно, активно пропагандой вакцинации ради здоровья нас. Еще раз, Ярик, нет сейчас проблемы экономической важнее, чем вакцинации. Ни одной социальной проблемы нет важнее, чем вакцинации. Если мы не вакцинируем 80% населения, понимаете, то мы не остановим коронавирус. Мы также будем находиться в локдаунах. Вот с понедельника вводятся новые серьезные ограничения. Говорят, идет какой-то лямбда-штамм, который может быть не менее, а даже более опасен, чем дельта-штамм. Потом еще какой-то придет штамм. Понимаете, мы так и будем вот в этом безвременении находиться, от того, что невозможно ничего планировать, никуда поехать, находиться в этих ограничениях и масках. Вот мне понравился лозунг «Вакцинируйся, пора жить как раньше». Единственный способ, у нас мощнейшее оружие сейчас появилось в этом году. В прошлом году этого не было. В прошлом году были только ограничения. Сейчас новое оружие появилось. Мощнейшее, 100%, это вакцинация. Поэтому сейчас все надо отложить в сторону. И, я не знаю, нет вопросов для политических партий. Я не знаю, для правительства важнее, чем август-сентябрь мы должны достичь вот этих 80%. Рахим, вот ты несколько раз брал интервью у министра здравоохранения. Да. И в курсе вообще очень много нюансов, деталей. Ну, в общем, глубоко в этой теме, да. Очень многие противники этих прививок, они не сколько противники, они достаточно серьезный и мощный аргумент. Нет выбора, вот они часто говорят, ну, в плане вакцины и так далее. Выборы. Они хотели бы другую какую-то вакцину. В мире 4 миллиарда человек, половина, больше половины населения Земли не имеет доступа даже к одной вакцине. Не имеет доступа. У нас на выбор спутник-5, казахстанская, казахстанская, очень отличная. То есть это достоверная информация. Я сейчас обращаюсь к YouTube зрителям. Вы тщательно фильтруйте всю эту информацию, потому что очень много лжи и дезинформации. Вот он сидит такой говорит, а вот я путешествую, я хотел бы вакцинироваться Pfizer. Я буду ждать Pfizer. Чувак, как бы Pfizer, не жди Pfizer. Pfizer это единственная вакцина, которая протестирована на детях от 12 до 18 лет. И она пойдет только детям, ее нужно оставить детям. Но сейчас, пока ты не вакцинируешься, ты являешься потенциальным разносчиком этой заразы. Потому что один человек, который заболеет, он может других заразить и так далее. А кто-то из них умрет. То есть это полное безответственное поведение. Несколько тысяч человек поймали на том, что они с красным статусом ошиб, то есть они болеют. Они там в самолеты рвутся, в поезда, там ходят по торговым центрам. Это просто, я не знаю, надо вводить какую-то ответственность. То есть люди не осознают. То есть здесь должна быть и пропаганда с одной стороны, с другой стороны достаточно жесткие меры. Потому что это вопрос общественного здоровья. Не знаю, у меня иногда такая вот какая-то мысль такая закрадывается. Может быть срочно какие-то поправки в уголовный кодекс ввести. Почему? Потому что люди невакционированные, вот ты сейчас привел пример, да, несколько тысяч там, пять тысяч там людей, больных ходят и заражают других. И сколько смертных случаев и так далее. Если провести тщательно анализ, от кого заразился, я не знаю. Надо на какой-то новый качественный уровень всю эту работу вывести. Абсолютно. Поэтому я вот долго думал над этим. И как минимум я хочу какую-то часть вот августа, сентября отложить даже свою работу, там занятия своим центром прикладных исследований ТАЛАП. Просто взять и по мере скромных сил своих на свою аудиторию и на другие аудитории идти и заниматься пропагандой вакцинации. Не ждите. Идите вакцинируйтесь. Казваком – это одна из лучших вакцин, инактивированная по технологии, которой 80 лет. Все лучшие, самые эффективные вакцины, в том числе против оспы, сделаны по этой технологии. Вы заметьте, что ни Япония, ни Индия, ни Турция, ни Южная Корея не имеют своей вакцины. Знаете почему? А Казахстан имеет. Потому что у нас в мире всего 7 лабораторий, в которых есть вот эти штаммы опасных вирусов и необходимые компоненты. Вот. Это просто на самом деле невероятное чудо и повод для гордости. Там гораздо больше, чем все золотые медали на Олимпиаде, гораздо больше. То, что Казахстан смог сделать как бы вакцину эффективнее, это просто невероятное достижение. Я вот считаю, консул Закария и весь коллектив научно надо представить халукохормоны. Вот к 30-летию, к дню независимости, я пользуюсь случаем, призываю правительство. Полностью, полностью поддерживаю. И меня, знаешь, вот угнетает часто чувство. Вот Казахстан есть чем гордиться. Вот сейчас 7 стран всего имеют доступ. Эти лаборатории, да. И среди них наша страна, и почему об этом мало говорят и практически не говорят. А я когда начал об этом писать в футбуке, налетела какая-то, извиняюсь за вооружение, не буду говорить свора. Ну вот непонятно. Люди, причем полушаковцы, это молодые ребята, и пишут, а вот нет научной публикации, а вот там вот условно там нет четвертой стадии клинической стадии. Люди, ни у кого нет четвертой стадии там, да. Все с колес работают. Публикация рассматривается достаточно как бы долго, там и у многих нет публикации. Тем не менее, эти ученые еще в июне прошлого года поставили себе эти вакцины, на себе они ее испытывали. Понимаете? В 1949 году страшная эпидемия полиомилита была в Советском Союзе. И мой старший брат, покойный Юркен, он заболел полиомилитом. И, в общем-то, тысячи таких случаев были, когда ноги отсыхали, да. Это страшная трагедия была для родителей, для детей. И ты представь, до 1955 года не было вакцины. Потом поехали два наших сотрудника из Москвы на стажировку в Соединенные Штаты Америки. И они оттуда привезли вакцину. Причем привезли в чемоданах. Привезли, в лаборатории исследовали, усовершенствовали ее в короткое время. В короткое время. Самая мощная была вакцина против полиомилита изобретена, с которой до сих пор пользуются во всем мире. Вот. В случае я это специально рассказал. Знаешь почему, Рахим? Потому что очень многие антипрививочники акцентируют внимание на том, что вакцина, дескать, еще не усовершенствована, она чуть ли не с колес сделана и ей верить нельзя. Как ты считаешь? Ну, вот я разбираюсь в этих всех вакцинах, пытаюсь как человек для себя понять. Я, безусловно, не ученый. То, что я читаю в отзывах других ученых, научных публикациях, вот Pfizer как раз, если кто-то боится новых технологий, то надо опасаться Pfizer. Опасаться? Да. Потому что это новая технология. Она ни разу не была проверена на человечестве. Ни разу. Она до этого тестировалась… Первый раз эта вакцина применяется на человеке, до этого только на животных как бы делали. Казвак, и вот в России есть феномен тоже, что россияне охотятся за одной вакциной, которая разработана в институте Чумакова. Да? Вот эти вакцины, они сделаны по железобетонной такой, как автомат Калашникова, проверенной технологии. То есть она там сто процентов работала. Она эффективна против дельта штамма. Да, может быть, не хватает необходимых там публикаций этих всех, но все делается с колес, понимаете? С колес. И возвращаясь все-таки к теме, я вот очень горячо, искренне активно, всю вашу аудиторию призываю, сходите, пожалуйста, свакцинируйтесь, не ждите Pfizer. Pfizer не будет доступен, и его не надо ждать. Оставим его детям с 12 до 18. Там всего 2 миллиона детей и 2 миллиона доступится. Я вообще считаю, надо запретить взрослым вакцинироваться Pfizer. Прямо объявить, что Pfizer не будет, чтобы этих ждунов не было. Вакцинируйтесь Казваком, вакцинируйтесь спутником ВИИ. Всем, что есть. Все вакцины хорошие, все работают, понимаете? Побочные эффекты, да, есть, но они ограниченное количество. Еще раз хочу, дорогие YouTube-зрители, назвать эти цифры. Во всем мире 99,5% вакцинированных, они вот как раз находятся в этой зеленой зоне и те, которые переболели. Всего 0,5% те, которые приняли вакцину. Заболели, да? Да, заболели. Причем в подавляющем большинстве случаев там сопутствующие другие были болезни, возраст там, ну и так далее. Вот. Поэтому не верьте в этот бред антипрививочников. Это первое. И второй момент. Я бы хотел закончить нашу передачу. Какие вот конкретные меры административного, в том числе административно-командного плана, да, может власть применить на данном этапе? Нужно… Сейчас современная госполитика проводится на принципах так называемого «наджинг». «Наджинг» в переводе с английского – это подталкивание. То есть вот не прямой запрет, а что-то. Канеман, Нобелевский лауреат по экономике, он опубликовал, получил Нобелевскую премию как раз за вот эту теорию поведенческой экономики, да. Нужно поощрять вакцинацию. Допустим, надо разрешить работу торговых центров в выходные, но пускать туда только вакцинированных. Отлично. Отлично. Везде. Вот. Нужно любым другим способом поощрять вакцинацию. В Нью-Йорке даже, да. В сфере обслуживания везде. Да. Для тех, кто работает с населением, это должно быть обязательное требование к работодателям – обеспечить 100% вакцинацию своего персонала. Его ввели, потом отложили под давлением вот этого снова хайпа там общественности и так далее. Надо его четко вводить. Те, кто не хочет вакцинироваться по своим убеждениям – это его право. Я тоже уважаю его гражданское право там не вакцинироваться, да. Ну, пожалуйста, они работают. Подожди, Рахим. Я что-то… Что-то здесь… Вот какая-то неувязка. Я еще раз отсылаю к началу нашу передачу. Это война, пандемия. Что делали с людьми во время войны, которые вели пропаганду против своей власти, призывали к капитуляции и так далее, да, и их ставили к стенке, да, без суда и следствия. Конечно, сейчас время другое и прочее, но вот те меры, которые ты перечислил, я полностью поддерживаю, абсолютно. зеленый свет везде во всех отношениях тем, кто вакцинировался. В аэропорты, сферы обслужения, рестораны, торговые центры, улица, масочный режим, ну и так далее. То есть надо в плане поощрения принять очень серьезную программу, причем в кратчайшие сроки. И я призываю вас и других ваших зрителей принять участие. Наверное, нам самим надо самоорганизоваться, не ждать с моря погоды от правительства и попробовать провести свою какую-то гражданскую кампанию по пропаганде вакцинации. Я уже лозунг придумал. Елюшин и Глемм. Отлично. Вот на этой оптимистической ноте, дорогие YouTube-зрители, мы с вами прощаемся. Рахим, через неделю снова тебя жду. Все. Какая-то новая тема будет. Отлично. Всего хорошего, дорогие друзья. Спасибо.